Всем привет! Представляю вторую часть видео по модернизации М1А1 от CIMA. Как и обещал в этом выпуске, расскажу, как сделать из штатного бункерного магазина бункерный магазин в виде бубна. Поясню сразу. Первое. Внутрянку штатного бункера придется пилить. Второе. Вместимость разработанного бубна порядка 400 шаров. Третье. Новый бубен работоспособен, но тестировался небольшое количество времени, так что возможны детские болезни. И четвертое. В зависимости от настроек вашего принтера, возможно, придется много работать напильником. Как-то так. Поэтому прошу взвесить все за и против и решить, нужно вам это или нет. А я приступаю к сборке. Из имеющегося у нас бункера нам понадобится одна внутренняя стенка. Так. У меня он уже подготовлен. Сейчас я ее откручу. Значит, нам понадобится стенка, на которой размещены все основные шестеренки. И вот эта шайбочка нам тоже пригодится. Вот. Надо отпилить шахту в районе насыпной горловины. Также нам понадобится пружинка. Из поджимного механизма. Так. Достаем шестерню со спиральной пружинкой. Ее надо будет переставить в другую шестерню. Теперь берем штатную ось, выбиваем ее из шестерни, из стандартной. Данную ось надо будет немножко доработать. Для этого смоделирована такая вот втулочка. Ось вставляем в эту втулочку. И рассверливаем сверлом диаметром порядка 2,3 мм, 2,3 мм, либо 2,5 мм. У меня ось уже подготовленная. После того, как мы высверлим отверстие, желательно нарезать резьбу М3. Пока ось откладываем в сторонку. К ней еще вернемся. Теперь нужно переставить спиральную пружину в деталь номер 15. Сделаем это при помощи длинных плоскогубцев и отвертки. Так, готово. Все встало. Поехали собирать. К детали номер 1, задняя стенка, прикручиваем деталь номер 12. Это направляющая. Вставляем паз и фиксируем при помощи винтов Дин 7991, М3 на 10 мм и гаечек М3. Собираем механизм подачи. Берем шестеренку. Та, на которой стояла ось. И вставляем в нее ось, но наоборот. То есть, раньше она у нас стояла вот так. А теперь мы ее поставим вот так. Можно даже немножко суперклея. Размещаем эту деталь с обратной стороны внутрянки бункера. Вот здесь. И используя деталь номер 16 и какой-нибудь винтиком 3 длиной 12 мм, фиксируем ее. Берем деталь номер 1 и размещаем на ней половинку нашего бункера. За исключением шестеренок, связанных со спиральной пружиной. Желательно все выемки под ось шестеренок полирнуть и сделать их абсолютно круглыми. Просто не все принтеры умеют в круг. Установили, проверили, все ли крутится. Если проблем нет, устанавливаем деталь номер 14. Если проблемы есть, выясняем, устраняем. Фиксируется винтами ISO 7380 M4 на 8 мм. Так как это тестовая модель, у меня всего два посадочных отверстия. А в вашем случае их будет 7. Но посадить минимум надо на 4. Далее устанавливаем на раму деталь номер 15 с установленной спиральной пружиной. И совмещаем пружину с прорезь земной оси. Закрываем это дело деталью номер 17. И фиксируем прижимной шайбой, которая у нас осталась от бункера. Теперь можно прикрутить крышку для канала подачи шаров. Используем винты ISO 7380 M3 на 5 мм. И можно вставить крышку загрузочной горловины. Для имитации патронов 45-го калибра в проект добавлены модели патронов соответствующего калибра. Печатаем, красим. Устанавливаем. Я же в свою очередь буду использовать гильзы. Для окошек я использовал лист поликарбоната толщиной 1,5 мм. Вставки имеют размер порядка 21,5 на 45,5 мм. Устанавливаются в пазы. Задняя стенка подготовлена. Переходим к передней. Это деталь номер 2. В первую очередь прикрутим к ней ободок. Деталь номер 7. Винтами ISO 7380 M3 на 8 мм. Четыре штуки. Теперь совместим деталь номер 4. Ось крутилки и деталь номер 3 шестерня можно даже на клей. Я уже склеил. Вставляем эту конструкцию в переднюю стенку. И с другой стороны оставляем деталь номер 5. Крутилка. Фиксируем тем же винтом, что и ободок. Далее установим антиреверс, чтобы исключить возможность прокрутки не в ту сторону. Антиреверс – деталь номер 6. Здесь нам пригодится пружинка от поджимного механизма шаров. Желательно поджать антиреверс какой-нибудь шайбочкой и винтом. Также установим деталь номер 10 на дугообразный участок стенки. Эта деталь нужна, чтобы шары не попадали внутрь и механизм не заклинило. Теперь подготовим горловину магазина. Для этого берем деталь номер 8 и вставляем в нее снизу деталь номер 9. Фиксируем ее на ДИН через вот это отверстие. Через ДИН 913 либо 914 длиной 16 мм. Если такая, конечно, существует. Я сделал проще. Отпилил резьбовую часть длинного винтика. С одной стороны сделал пропил под шлиц и в таком виде вкрутил. Далее используя пружинку, желательно 5,5 мм на 35 мм, поджимаем флажок. Пружинку, в свою очередь, прижимаем ДИНом 914 М6 на 5 мм. Горловина готова. Перед окончательной сборкой убеждаемся, что горловина хорошо вставит в пазы, как на передней стенке. Так и на задней. Собираем все компоненты вместе. Последовательность следующая. Горловину вставляем в заднюю стенку и соединяем после этого переднюю и заднюю стенки. Проверяем работу механизма. Ничего не залипает. Фиксируем конструкцию на винты ДИН 7991 М4 на 38 мм. Теперь можно попробовать засыпать шары и проверить подачу. Сейчас я сейчас с laid на apologise. Продолжение следует... Игорь. Конструкция. К Patrolесте. Скорбу Ark. Основ sig arab tomar необходимых нашего упор lows. все работает бубен собран надеюсь он хоть как-то более-менее поработает а у меня на этом все надо бы читерский бубен для клока замутить в общем до скорого всем пока а